А я хотел бы вам рассказать про великого шахматиста, про Анатолия Карпова. Ну, Карпов – это эпоха, это, конечно, вот такой столбовой персонаж, один из величайших шахматистов мира, и с конца 60-х по начало нового века один из ярчайших и могучих шахматистов. Ну, до сих пор жив-здоров, дай бог, кстати, Анатолий Карпов полностью оправится от тех невзгод, которые были у него осенью прошлого года. Ну, я знаю, что он подлечился, вернулся к реальной жизни, дай-то бог. Вот, уже много лет, все-таки 70 с хвостиком, поверьте, не пустяк. Он сейчас у нас второй по старшинству среди чемпионов мира, вот, Борис Васильевич Спасский, держится, будет, и Карпов следующий, то есть он второй. Среди Аксакалов. А родился он в 1800... Отличное начало лекции. В 1800, не помню, в каком году. Не-не-не, в 1951 году, вот, кстати, видите, Акарпов-то у нас, видите, в пиджаке, в пиджаке, вот, как раньше люди-то катали, да, пиджак, длинные волосы. Вот, 1951 год, город Златоуст. Обычная рабочая семья, отец у него рабочий, потом стал инженером, потом военным инженером. Кстати, на его счету много, много разных изобретений, открытий, в общем, заслуженный человек. В Тулу они повеселились, когда Анатолию было, не помню, 13-14 лет. Ну, так вот, уже в ранние годы выяснилось, что у Анатолия Карпова есть прекрасные бойцовские качества, прекрасные. Он любил играть. Вообще, кто такой Карпов? Это игрок с большой буквы И. Вот, были аналитики, были там, не знаю, хитыцы с большой буквы Х, а Карпов – это игрок до мозга костей, причем ему абсолютно не важно, во что он играет. Это, может быть, любая карточная игра, это, может быть, любая настольная игра, там, не знаю, домино. Везде, где есть хоть маломальские какие-то зачатки, стратегии, тактики, где можно использовать психологию борьбы, где можно как-то улавливать слабость соперника. И вот борьба один на один, вот игра один на один – это вот то, где Карпов чувствует себя идеально. Вот простой пример, он просто после шахматной партии, как он отдыхает, он снова играет во что-то, но уже не в шахматы. Ну, собственно, так делал и стоинец когда-то, да? Ласкер тоже баловался, ну, в общем, для Карпов, Карпов как раз в этом плане достиг какого-то невероятного могущества. Вот он игрок, и во все он играет, и играет очень-очень умело. Ну, в детстве уже там в карты обыгрывал взрослых мужиков, но я уж не говорю про шахматы, про Блиц, там он, в общем-то, с детских лет был совершеннейшим титаном. Он, кстати, один из сильнейших блицеров за всю историю этой шахматной игры. Вот молодой Карпов, то, как он блицевал, поверьте, это было очень сильно, еще потому, что у него стиль игры все-таки достаточно рациональный. Он не задумывается очень так интенсивно, долго, это не Гарри Каспаров, который пытается все рассчитать. Интуиция, естественно, у Карпова великолепная, с детства была. Естественно, универсализм, то есть он продолжает фактически вот эту линию Бориса Спаскова, да? То есть, когда у Карпова спросили, какой у вас стиль, он ответил, стиль? Нет у меня никакого стиля. Это человек без стиля. Он просто играется, борется, катает по позиции. Надо атаковать, не волнуйтесь, будет атаковать и матовать. В этом плане он как раз покруче Петросяна. Вот у Петросяна были реальные сложности с матовыми атаками. То есть, один из его секундантов, вот то, что я забыл сказать, один из секундантов Петросяна, Евгений Васюков, сам как раз, может быть, не такой хороший позиционный игрок, уж, наверное, не такой, как Петросян, зато матовые атаки проводил на раз-два-три. Да, то есть, пожертвовать фигуру и после этого долго успешно матовать у Васюкова всегда получалось хорошо. Вот Петросян не любил этого делать. Ну, вот как раз Евгений Андреевич говорил, ну, как же так, Тигран Вартанович, ну, посмотрите, позиции создал. Он говорит, да я не хочу, я хочу так как-то поспокойнее, поаккуратнее. У Карпова это нет. Карпов более агрессивный, более жёсткий, более злой, ну, просто универсал, настоящий. И он, конечно, пошёл дальше с Паскова. Дальше с Паскова он намного более профессионален. И в дебюте готовился, и к тому же всегда был не один, всегда рядом с ним были помощники. Вот, абсолютный агрессор. То есть, Карпов с детских лет и до сих пор всегда верит в свою звезду. Он всегда должен выигрывать, потому что он Карпов. Я замечал в его комментариях, что белыми фигурами, ну, его победа вообще никаких вопросов не вызывает, потому что после 12 ходов плюс ровдо, ну, так, маленький перевес у белых, после 20 уже столбик стоит, серьёзный перевес. Ну, я оперирую информаторными такими значками, оценками. Ну, потом к 30 ходу смотришь уже строчка. Где соперник ошибся? Да нигде. Просто Карпов как-то переигрывает, переигрывает. У Каспарова, кстати, такого не было. Каспаров всегда, всегда отмечал критические моменты, всё-таки вычленял некоторые ошибки. А потом смотришь, как Карпов играет чёрным. Да то же самое, вроде нормальные равные позиции по дебюту, а потом хоп-хоп уже равно плюс у чёрных почему-то получше. И в этом, кстати, весь Карпов. Ну, то есть, вот он свято верил всегда в свою звезду и боролся всегда до конца. То есть, ну, и при этом играл очень легко, да. То есть, он может провести всю партию в обороне, всегда обязательно сохранит силы для концовочки, когда соперник на сотом ходу ошибётся и Карпов играет, а потом скажет, что всё было закономерно, почему бы мне и не победить. Всё правильно. Это чемпионский характер и предназначение. Знаете, просто у человека, у каждого есть какое-то предназначение в этой жизни, фатум, да. Ну, вот Карпову суждено было побеждать, причём во всех играх. В юном возрасте он попался на глаза Ботвиннику, в школе Ботвинника был. Ботвинник его не оценил, конечно. Да, вот эти ходовые фразы от Михаила Моисеевича, которые ему приписывают, а Карпов их отрицает, между прочим. Когда Карпову говорили потом, что Ботвинник... А ведь Ботвинник в вас не верил, Карпов говорит, нет, это не так. То есть, понимаете, тут, возможно, дело в некоторых трактовках. Кто-то как-то воспринял фразы Ботвинника. Ну, категорически, да, мол, Ботвинник сказал, что из Толика ничего не получится. А по мнению Карпов дело было не так. Дело было так, что Ботвинник сомневался в его возможностях. Ну, и действительно, кстати, Михаил Моисеевич абсолютно правильно указывал юному Толику на то, что физически он слишком слабенький, ему надо заниматься спортом, спортом, спортом. Вот просто в качестве домашнего задания Анатолию Карпову говорили, всё, надо пять тысяч раз поднять гири, намотать миллион километров и проплыть тоже пару тысяч километров. И, в общем-то, стараниями Ботвинника заставил. Заставил молодого и действительно физически слаборазвитого молодого талантливого шахматиста всё-таки подтягивать физическую форму, может быть, поэтому Карпов и смог на чемпионской высоте пробыть там долгое время и обыгрывать весь мир. Так вот, начав заниматься в школе Ботвинника, ну, в общем, Карпов получил путёвку в жизнь, стал участвовать в турнирах, за него уже стали хлопотать, он быстро стал мастером, потому что были соответствующие соревнования специально для того, чтобы талантливые кандидаты могли получить это звание. Ну, и дальше, дальше он прошёл горнило отбора, и в конце 60-х годов, сколько там было ему, 17 лет, он уже выходит на чемпионат мира среди юношей. Причём, для начала он выиграл отбор у нас в Советском Союзе, где огромное количество талантов было, поколение было очень-очень сильное, да, там были Балашов, Арбаков и, там, Стейнберг, да, вот, по-моему, такой молодой, или Штейнберг, такой молодой парень, которого вообще котировали чуть ли не выше, чем Анатолий Карпов, но у него, к сожалению, здоровье было очень слабо и очень рано ушёл из жизни. Ну, короче, Карпов просто всех обыграл, вышел на чемпионат мира среди юношей и завоевал этот титул. Мне кажется, вот это был такой переломный и судьбоносный момент, потому что он получил опору под ногами. Он чемпион мира, молодой, перспективный гроссмейстер, и дальше уже пошёл в возрослые шахматы. Причём не просто так сидел у моря, ждал погоду, а активно пробивался наверх. Вот Карпов с юных лет всегда находил нужную дверь в кабинетах власти. Будь то партийные органы, будь то, действительно, там, Кремль, вот, там, правительство тех или иных уровней, местные региональные, Карпов всегда, всегда находил общий язык с большими чиновниками, выбивал себе то, что ему надо было, ну, например, поездка за рубеж, да, вот, например, как стать гроссмейстером, как стать международным гроссмейстером в Советском Союзе. Вот Анатолий Карпов проявил инициативу, молодой человек, стал просить, стал требовать и добился своего. Вот, если бы не его собственная, кстати, не собственная вот эта вот внутренняя энергетика, так, может быть, засиделся бы дома в мастерах, стал бы гроссмейстером позже, вообще на международную арену вышел, вышел бы попозже. А так, вместе, кажется, с Штейном, да, они первый раз выехали за рубеж, выполнил звание гроссмейстера, ну, как-то отметился везде, все узнали, о, есть Карпов. Вот, ну, и на внутренней арене тоже начался полфинал чемпионата Союза, вырубил буквально полфинал, вырубил вообще практически под ноль, и в высшую лигу попал. Ну, там, конечно, сразу не получилось наверх забраться, но оказался вверху. Тургердой таблицы, начал играть с корифеями, в общем, знаете, подъем получился фантастическим. На мемориале Олехина в начале 70-х выступил успешно, поделил первое-второе место, кажется, со Штейном, опять-таки. Вот, вместе с Виктором Корчным, друзья мои, поехал в Гастингс. Ну, тогда Анатолий Карпов был в Ленинграде, но поначалу он в МГУ поступил, причем не сам. Михаил Ботвинник попросил специально, Михаил Ботвинник позвонил куда надо, он на доске ставит битая ничья, вы понимаете, Ботвинник позвонил куда надо и уговорил, чтобы специально для Карпова в Московском государственном университете, кстати, на Мехмате, Мехмат это очень серьезный ВУЗ, выделили отдельное место, потому что, по мнению Михаила Моисеевича, Карпову для шахматного развития все-таки надо быть в Москве. Но потом, уже с помощью других своих знакомых, других протеже, Карпов понимает, что на Мехмате очень тяжело учиться, реально, это титаническая работа, несмотря на то, что был... Так вот, решил перевестись в более так, в ВУЗ полегче, избрал для этого экономический факультет Ленинградского государственного университета, уехал туда, Ботвинник очень обиделся с ним, я же ради тебя хлопотал, хотел, чтобы ты был в Москве, ну, в общем, ничего, так бывает. И, в общем-то, когда уже в Ленинграде обосновался Анатолий Карпов, вот там он сошелся со старшим товарищем, с Виктором Карчным, они вместе поехали в Гастингс, и можно сказать, что Карчной на первых парах даже опекал молодого шахматиста, у них были прекрасные отношения. Кто бы знал, вот кто бы знал, что будет дальше, что именно их соперничество будет определяющим в течение десятилетия. Потому что, да, так и произошло, Карпов потом сходу, сходу выигрывал все подряд, и межзональный обыграл Спаскова. Нет, сначала Павел Гаевского обыграл в четвертьфинальном матче претендента, просто 3-0. 3-0 обыграл одного из сильнейших шахматистов, а потом матч со Спаским. А Спаский только что выиграл выдающийся по составу чемпионат Советского Союза. Конечно, Спаский был фаворитом, но он был уже вальяжным. Он уже был таким отдыхающим барином, по большому счету. А Карпов был таким хищником, злым, и боролся прямо... Кстати, поменял дебютный репертуар. Сыграл Е4 против Спаскова, проиграл партию, и под руководством мудрого Фурмана они поняли, что тут вот надо Д4 сыграть. То есть начали еще как-то подстраиваться, да, подстраиваться и выискивать в Бориса Спаскова слабые какие-то моменты, элементы. Ну, согласитесь, это очень было непросто, но Карпов это сделал, уверенно выиграл матч, и дальше финальное противостояние с Корчным. Как потом оказалось, это был матч за титул фактически. Матч из 24 партии, финальный. И Карпов тоже очень уверенно обыгрывал, и вот концовочка матча не удалась. И впервые стало ясно, что на длинной дистанции Анатолию Карпову очень тяжело. Корчной был свежее, с величайшими мучениями, со счетом 3-2, но Карпов все-таки выиграл этот матч и выходит на фиша. Ну, и дальше было то, о чем я говорил, многочисленные переговоры, требования, капризы, и Фишер отказался играть матч. А знаете, у меня, друзья, возникает вопрос ко всем к вам. А вот как вы думаете, как бы повел себя Бобби Фишер, если бы на финише претендентского цикла все-таки Корчной, более опытный шахматист и более стойкий на длинной дистанции все-таки одолел бы молодого Карпова? Стал бы Фишер так капризничать? Стал бы Фишер выдвигать так много своих требований? Ну, вот у меня возникает, честно говоря, такое подозрение, оно ничем не доказано, считайте, что это моя версия, что Фишер уже побаивался Карпова, потому что, во-первых, он даже будучи в своем подполье, все отслеживал, все партии доединой анализировал, и, наверное, он что-то увидел в игре Карпова, понял, что этот молодой парень возник неспроста. Ну, во всяком случае, победа над Спасским уж точно должна была бы Фишера насторожить. Кто-кто, а Фишер точно знал, какой гигант на самом деле Борис Спаский. И то, что с ним этот молодой мальчонка так достаточно легко и уверенно разобрался по результативным партям счета 4-1, это был очень неприятный знак для Бобби Фишера. Ну, а что касается Корчнова, да, при всем к неуважению, но он же был уже за 40 лет. Человеку было 40 лет с хвостиком, и Корчнова Фишер знал как облупленного, как родного, и, мне кажется, не боялся. Вот Корчнова, я думаю, что он точно не боялся. Ну, хорошо, можно предполагать, можно строить какие-то гипотезы, но случилось так, как случилось. Карпов вышел на матч за титул, Корчной остался, в общем-то, без матча. И тут начались, кстати, у Корчнова проблемы с советской властью, начались скандалы. Ну, Виктор Львович, в принципе, человек очень конфликтный, заводной, но, видимо, с возрастом у амбиции было все больше, да, не реализованные чемпионские намерения, ну, и как-то вот с Советским Союзом не сложились у него отношения, хотя до этого как раз все прекрасно, и вся формалистика советская, там, все характеристики подписывались, на все вопросы отвечал правильно, вот, и старался не ссориться с руководством. А тут, что называется, почувствовал, почувствовал, что можно уезжать. И уехал за скандалом, вот, Карпов стал чемпионом мира, их пути, конечно, разошлись категорически, и, вот, поначалу, конечно, скепсис был большой, без игры стать чемпионом мира, какое позорище. Кстати, обидно еще и то, что Карпов с Фишером вообще ни разу в жизни ни одной партии не сыграли. Да, потом шли переговоры, но я уже говорил, что шансов на то, чтобы сыграть матч, скорее всего, не было, Фишер был недоговороспособен. Вот, мне постоянно задают вопрос, как вы думаете, чем закончился бы матч Бобби Фишера и Анатолия Карпова в 75-м году? Ну, я всегда отвечал и говорю так, у Карпова отличные были шансы победить Бобби Фишера. Он тогда был уже на ходу, на лету. Пусть современники еще не все понимали о масштабе этой личности, современники-то не понимали. Это мы сейчас уже, знаете, такие информированные люди, мы же знаем, что будет потом. Вот, Фишер три года все-таки не бывал в турнирах. И отсутствие практики, ну, вот по примеру Ботвинника, например, можно судить. Да, в 48-м году он был сильнее всех, то что-то заметно. Потом три года посвящает научной работе, шахматами не занимается, возвращается в 51-м году. От былого превосходства не осталось и следа. И вернуть это превосходство Ботвинник уже не смог. Хотя был, в общем-то, зрелым и таким не старым человеком. То есть, его стали обходить где-то смыслов, где-то керес и так далее, и так далее. Что происходило бы с Фишером, мы же не можем, опять-таки, предполагать и знать. Так вот, я считаю, что у Карпова было не ниже 50% на победу. Но только если бы матч был бы какой-то адекватный и конечный. Например, безлимитный матч до 10 побед. Вот в таком матче Фишер выиграл бы. Да, вот это я верю. Но если бы удалось договориться до какого-то, не знаю, там 24 партии, ну даже там 32 партии, ну что-то обозримое. Потому что, ну сколько нужно партий для того, чтобы обыграть Карпова 10 раз. Петросян, например, по поводу этой безлимитки сказал, что если вы меня молодого возьмете, чтобы меня, Петросян, обыграть 10 раз, ну нужно играть полгода без перерыва. Мне кажется, и Анатолий Карпову уже того образца, чтобы его обыграть, надо было играть, ну очень долго. Но он не проигрывал, понимаете, почти не проигрывал. Он мог проигрывать только на фоне физической усталости. Ну так вот, друзья мои, если был бы нормальный матч, обозримый, Карпов мог бы выиграть. Если матч донести побед, то, я думаю, Карпов просто умер бы. То есть, Карпов умер бы непобежденный. Став официальным чемпионом мира, Анатолий очень быстро заставил себя уважать, просто выигрывая все подряд. И чемпионат Советского Союза 1976 года, и буквально все международные турниры, причем это было исполнено в таком стиле, и так, так уверено, что все злые голоса просто замолкли, знаете, вот так грубо сказать можно, все заткнулись. Потому что Карпов просто быстро продемонстрировал, что он просто сильнее всех играет в шахматы. Вопросов не осталось. Ну, что касается матча 1978 года, да, ну смотрите, фильм «Чемпион мира». Самое главное, что да, у него были отличные помощники. Игорь Зайцев, Юрий Балашов, Михаил Таль неожиданно раскрылся как замечательный аналитик. Некоторые идеи Михаил Нехемевич Таль, который до этого был практиком, да, как-то в аналитической работе его никто не мог обвинить и заподозрить. Да, все, ну соглашаемся, соглашаемся. Несколько ярких идей принес. В общем, и Карпов выдержал, с трудом выдержал тот поединок, потому что на второй половине все-таки он резко сдал, и бессонница его мучила. То есть, скажем так, кое-что в этом фильме было правдой. Кое-что. Ну, еще, знаете, Анатолий Карпов, несмотря на то, что слабенький, да, и физически нестойкий, но он был очень волевой, понимаете, на решающую партию собрался, собрался, провел ее хорошо, хорошо. Ну, и в принципе, да, какими-то волнами его организм все-таки мог работать, и никто никогда не знал, когда эти волны последуют. Следующий матч Мирана, 81-й год, ну, конечно, там уже превосходство Карпова было более явным, и сам он стал более стабильным, но и Карочной потерял немножко практическую силу. В данном случае время играло против Виктора Львовича, который к тому времени давно уже жил в Швейцарии, и хотя подготовка к тому матчу шла, опять-таки, очень серьезная, я просто знаю от некоторых известных гроссмейстеров, что их буквально припахали. Им сказали, за границу не поедете, если сейчас не поможете Анатолию Евгеньевичу отстоять титул. Ну, потому что для советского руководства, короче, ну, это была не просто красная тряпка, это было просто смертельной опасности для всех, для них. Быстро, интенсивно про Карпова. Ну, и дальше, при этом, конечно, продолжал доминировать Карпов на международной арене, но вот уже стал подрастать Гарри Каспаров. Я, кстати, видел их первую партию. Это был командный чемпионат, там борьба поколений была в Советском Союзе, была первая команда, вторая команда, молодежная команда. Я вот как-то сам не помню, почему пришел на трибуны, смотрю, и там молодой Каспаров играет с Карповым. Я вот с расстояния там 20 метров наблюдал за этим столиком, там в русской партии молодой Каспаров там давил-давил, но ничего не получилось, там партия обе закончилась ничью, но это были знаковые, это были судьбоносные встречи. Конечно, Карпов уже многое, наверное, понимал и, в общем, смотрел на Гарри Кимовича с серьезным выражением лица, видно было, что яркий талант, об этом таланте я вам расскажу послезавтра. Ну, и дальше они сыграли пять матчей на первенство мира. Это такая тема, друзья, это такая тема, но знаете, что я вам скажу? Вот с 1984 по 1990 год они сыграли пять матчей на первенство мира, ну, так сложилось. А знаете, какой общий счет в этих матчах? Всего лишь плюс две партии, плюс два в пользу Каспарова. То есть, в общем и целом, если вы посмотрите, борьба-то была равной. Это была борьба двух невероятных просто, невероятных шахматистов, талантов, гигантов. Это величайшее противостояние. Вот если, я вам говорил, там на партиях Фишера можно научиться и с кандидатом в мастера стать мастером. А если вы хотите стать международным мастером или гроссмейстером, возьмите все партии матчей Карпов-Каспаров от начала безлимитного поединка 1984 года до, там, 90-й год, завершения их эпопеи, изучите. Потому что и Каспаров выпустил книгу на эту тему, и этих комментариев огромное количество. И это настоящая школа. Например, для Каспарова сам потом говорил, что Карпов стал моим лучшим учителем. Ой, об этом я послезавтра буду говорить. Да, потому что именно так закалялась сталь у Гарри Кимовича. Ну, и вот так он вырос в еще более высокого гиганта. Ну, Анатолий Евгеньевич, конечно, очень-очень болезненно все это переживал. Всегда ревностные отношения у него были к Каспарову. Помните, какая битва была в еще одном легендарном чемпионате Советского Союза? 1988 год. Собрались все сильнейшие, и Карпов, и Каспаров. Они разделили первое место по плюс 4. Там были скандальные обстоятельства. Не все даже могу вам рассказать. Ну, и вроде бы по регламенту хотели организовать матч за первое место. Но в итоге не смогли договориться. Вот, потому что в борьбе характеров нашла коса на камень. Короче, обоим выручили золотые медали. Вот, Анатолий Евгеньевич, ну, сам всегда вел счет своим победам. И у него там больше, чем полтораста побед в турнирах разного уровня. Турниры, матчи. Даже если он там играет за команду, все равно, в общем, он так очень-очень для него это важно. Жизненно важно быть рекордсменом по количеству выигранных соревнований. Ну, кто может превзойти этот рекорд? Очевидно, Магнус Карсон. Если Магнус Карсон не будет валять дурака, поиграет еще лет 10, рекорд Карпова, он, конечно, превзойдет. Потому что современная шахматная жизнь более интенсивная. Но Карпов играл бессменно до конца этого века. И даже стал еще трехкратным чемпионом мира. Потому что Гарри Кимович и Найджел Шорт, что называется, отчудили. И в начале 90-х вышли из фида. И Найджел Шорт до этого победил в полуфинальном матче пяти генентов самого Анатолия Карпова. Мне, честно говоря, тогда казалось, ну вот, все. Анатолий Евгеньевич сдулся, проиграл, причем не Каспарову. Мне казалось, как можно? Как может Карпов проиграть не Каспарову, какому-то загадочному англичанину? Нет, ну, я уже тогда был профессиональным. Я знал, кто такой Найджел Шорт. Ценил его талант. Но то, что он может обыграть Карпова, мне казалось, это нереально. Но это произошло. Может быть, какой-то спад. Но дальше, между прочим, Карпов вновь и вновь доказывал свое величие. Обыграл Тиммана неформально. Ну, как по законам Фиде, снова стал чемпионом. Потому что Каспарова и Шорта отодвинули в сторону. Потом провели отдельный цикл и обыграл в финале Камского в матче. Я болел за гаду Камского в том матче. Но как-то вот все равно выяснилось, что класс-то повыше у Карпова. А до этого еще Ленадис, 1994 год. Рекордный турнир в исполнении Анатолия Евгеньевича. Когда он опередил всю-всюю элиту, включая Каспарова, продемонстрировал совершенно убийственные шахматы. Ну, и последнее вот такое гениальное достижение – это нокаут в чемпионат мира, который устроил Кирсану Лемжинов. Ну, и Карпов проявил себя снова гением переговоров. Он выторговал себе место прямо в финале. Все остальные шахматисты мира, ну, не считая Крабника и Каспарова, участвовали в этом нокауте. Анант прошел все это горнило, дико устал. И его уставшего бросили в финал, где его ждал Анатолий Евгеньевич. Иди сюда, Анант, иди, родной. Кстати, матч прошел с большим преимуществом Ананта. Анант должен был выигрывать и в основное время на тайбрейке. Но звезда Анатолия Карпова оказалась более успешной. И все-таки где-то ему повезло. А вы же знаете, кому везет, в конце концов, в этом подлунном мире. И Карпов снова его обыграл. Ну, потом он еще в одном нокаут в чемпионате мира принял участие, где и я тоже играл. И вылетел в матч с каким-то безвестным китайским игроком. Ну, по большому счету, так, шахматная карьера у Анатолия Евгеньевича закончилась. Дальше он играл крайне редко. Иногда какие-то ностальгические встречи у него бывают, в том числе и с Каспаровым. Но вот прошлым летом мне приятно было комментировать, когда был четверной матч-турнир. Такой Ковякин, Грищук, Морозевич, Карпов. Вот заметьте, не испугался. Не испугался Анатолий Евгеньевич играть с молодыми, бодрыми. Ну, ясно, превосходящими его по силе. Это вот мне ясно. Это вам может быть ясно. А Карпов так не считает. Он всегда чемпион мира. Он всегда сильнее всех. То, что было у Фишера, то, что было у Олехина, то, что будет у Каспарова, это и есть у Карпова. Это чемпионская судьба, чемпионская звезда, чемпионское направление. И, конечно, знаете, очень о многом, например, говорит поступок Карпова в 2007 году, когда Каспарова арестовали на улицах Москвы, когда там марш несогласных. Ну, его поколотили дубинками и отправили в тюрьму. Ну, несмотря на все свои сражения, противоречия, по всем вопросам они противоречили, просто враждовали. Каспаров пошел в тюрьму вызволять Каспарова. Ой, Карпов пошел в тюрьму вызволять Каспарова. Ну, поступил вот как благородный человек. Да, чемпион пошел спасать чемпиона. Ну, как до этого Спасский протестовал против того, что Фишера арестовали, посадили в тюрьму, и требовал заключить его в ту же самую камеру. Вот эта чемпионская какая-то солидарность, братство, это, знаете, это вот то, что заставляет уважать шахматы как вид спорта, заставляет к чемпионам относиться как-то вот, ну, так, с почтением, знаете. А потом они вдвоем, вдвоем на пару. Вот это, казалось бы, несовместимые люди два раза боролись с Элюбжином. Сначала Карпов шел в качестве кандидата в президенты ФИДе. Каспаров его активно поддерживал, прям всю энергию вкладывал, а потом наоборот. Потом, ну, проиграли, конечно. А потом Каспаров уже сам решил сам стать, что называется, заново чемпионом мира, ну, в данном случае в организационном плане. И в тромсе очередной конгресс ФИДе, и Каспаров так сражался, и Карпов его поддерживал. Снова ничего не получилось. Потому что у Элюбжинова всегда было шесть тузов пиковых в рукаве, и с этим никто ничего не мог подделать. Ну, в общем, Анатолию Евгеньевичу я желаю крепкого здоровья. Изучайте его партии. Если кто-то хочет научиться лавировать, кто-то хочет научиться играть от хода к ходу, кто-то хочет научиться менять характер борьбы по ходу партии, да, действовать стойко, аккуратно, технично и в нужный момент решительно. Изучайте партии Карпова. Хотя, знаете, я вам скажу честно, откровенно, вы многого не поймете. Игра Карпова остается непонятной до сих пор для многих даже сильных гроссмейстеров. И почему он побеждал, в общем, тоже остается какой-то загадкой. Какая-то магия в этом все-таки, безусловно, есть. Магия Карпова безусловная, потому что это что-то дано от Бога, то, чего нет у других шахматистов. И, не знаю, особенный человек, особенный. Еще раз повторяю, стиля у него не было. Он просто очень сильный шахматист, настоящий современный универсал. Но вот все-таки, я думаю, именно по части позиционной игры он был абсолютным гением. Да, тактик был и остается великолепный. Кстати, короткую тактику всегда здорово увидел. На длинную, на большую глубину редко погружался. Это было не рационально, это было энергетически слишком, слишком растратно. Это уже была задача для Гарри Кимовича. Но именно при неглубоком погружении Карпов абсолютно бесподобен, гениален и неповторим. Итак, друзья, спасибо за внимание вот в этой части нашего эфира.